МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Федеральная поддержка. Голова Чуваши Михаил Игнатьев сообщил подробности встречи с Владимиром Путиным. Крепкая связь с малой родиной. Представители Чувашской диаспоры в Москве обсудили актуальные вопросы с главой республики. Спорт объединяет. В поселке Кугесе прошла массовая лыжная гонка Досааповская лыжня. О центральной городской больнице, Ледовом дворце в Чуваксарах и тракторном заводе шла речь на встрече президента России с главой Чуваши. О деталях федеральной поддержки Михаил Игнатьев рассказал сегодня на совещании членам правительства. В разговоре с главой Чуваши, который состоялся в Кремле, Владимир Путин интересовался, каких показателей достигла промышленность республики. Как идет работа по выполнению майских указов по выравниванию заработной платы работников бюджетной сферы. Еще одна важная тема – антикоррупционная деятельность правоохранительных органов. Поручение такое хорошее сделал в адрес министра финансов Силуанову Антону Германовичу. Прошу рассмотреть и доложить предложение по поддержке республики. Это хорошее такое поручение. Поэтому министерство финансов надо отрабатывать, аргументацию надо представлять. Сумма – это по привлечению, прежде всего, бюджетного кредита для заимствования коммерческих кредитов и для строительства практически наших учреждений в социальной сфере. Обсудил Михаил Игнатьев с Владимиром Путиным и положение дел в концерне «Тракторные заводы», заметив при этом, что концерн включен в перечень перспективных предприятий. Президент России уточнил, как на самом деле сама обстановка. Вроде бы решения приняты на бумаге, все красиво, но до сих пор оборотных средств у «Тракторного завода» нет. Критическая ситуация сложилась по расчетам за электроэнергию. Президент России наложил визу медведеву Дмитрию Анатольевичу, прошу рассмотреть и поддержать предложение республики. Я доложил и сказал, какая она на сегодняшний день на самом деле социальная напряженность. Был дозерных заводов в Российской Федерации практически нет, кроме нашего «Тракторного завода». И с учетом санкций, с учетом поддержки экономики Российской Федерации, экономики регионов Российской Федерации, соответствующие решения, пользу нас, пользу республики, пользу этих предприятий, скорее всего, будут приняты. На встрече с президентом глава Чувашия поднял еще один важный вопрос – финансирование строительства Ледового дворца. Дворец уже работает, а долги перед подрядной организацией остались. Правительству республики необходимо рассчитаться со строителями. По словам Михаила Игнатьева, Владимир Путин адресовал министру энергетики Александру Новаку и главе «Газпрома» Алексею Миллеру просьбу рассмотреть предложение, чтобы рассчитаться с кредитом на доходе Ледового дворца. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. В этом году Чувашия стала одним из лучших регионов России по выполнению плана осеннего призыва на воинскую службу. Штабом Центрального военного округа Чувашской Республики было установлено задание по призыву в количестве 1223 призывника. План призыва выполнен в полном объеме. В вооруженные силы Российской Федерации было направлено 963 человека, в другие войска и воинские формирования 260 человек. Всего на призывные пункты пришли более 5,5 тысяч военнообязанных. Все они прошли медосредительствование. Из них почти 4 тысячи были признаны годными к военной службе. Чуть более 1% оказались негодными по состоянию здоровья. Надежда Прокопьева отметила, что уже через месяц начнется подготовка к весенней кампании. До этого момента необходимо решить проблему нехватки медицинских кадров в призывных комиссиях. Рассмотрели на еженедельном совещании вопрос о логотипе «Года человека труда». Представленный вариант не устроил членов правительства. Глава Чувашии дал поручение в течение недели доработать логотип. С 1 февраля в России на 4% повышена страховая пенсия. О том, сколько человек в Чувашии коснется это повышение, смотрите далее. Это коснулось неработающих пенсионеров, которых в республике около 80%. Также с 1 февраля увеличены на 7% ежемесячные выплаты федеральным льготникам и стоимость соцпакета. Повышение уровня материального обеспечения пенсионеров в 2016 году носит адресный характер. И это закреплено нормативными актами. Адресная поддержка пенсионер старшего возраста в 2016 году предусматривает увеличение страховой пенсии. И фиксированы выплаты к ней с 1 февраля на 4%. С 1 апреля увеличение социальных пенсий также на 4%. Не совсем приятные изменения относительно работающих пенсионеров. Они не будут получать и местную прибавку к пенсии в размере более 1000 рублей. Определенное недоумение, конечно, у работающих пенсионеров есть. То есть выгодно или работать, или пенсию получать. На сегодняшний день те пенсионеры, которые приняли решение работать, получать побольше зарплаты, соответственно, пополнить тем самым семейный бюджет, это мы приветствуем. Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам пройдет 1 августа текущего года. О повышении социальных пенсий ожидается с апреля, независимо от трудовой занятости. Средний размер социальных пенсий увеличится на 4% и составит 7,5 тысяч рублей. Дарина Игнатьева, Татьяна Молокова, Андрей Шоколев, Республика. В сезон простуд и вирусной инфекции самый ходовой товар – маски и противовирусные препараты. Нет ли проблем с их приобретением в чебоксарских аптеках, сегодня выясняли представители «Единой России». Есть ли в наличии маски и сколько стоит? Этот вопрос провизоры в аптеках сейчас слышат регулярно. Маски и противовирусные препараты интересовали представители «Единой России». «Это от гриппа. Вижу хорошо. Арбидол. Где у нас Арбидол? Арбидол. Ингавирин есть, да? Амиксиллова максферон. Анаферон есть? Анаферон есть, да? А маски где есть? Эргоферон есть. Маски вот у нас, пожалуйста, висели. Маски, да? Ценник хороших. 13 рублей. А какое количество, если люди к вам придут? Есть у нас, да. Номером 3, вот что пока есть. Маски есть, препараты есть, спрос тоже есть, а вот ажиотажа нет. Мы получаем товар каждый день, поэтому даже что-то заканчивается, если на следующий день мы заказываем, если есть у поставщиков. Ну, как показала практика, ну, практически не опаздываем. Маски есть, аксалиновую мазь получили вот сегодня. Проходим буквально 200 метров до еще одной уже частной аптеки и видим другую картину. Препараты есть, масок нет. Все раскупили, новую партию еще не завозили. А что, не выгодно, что ли, масками торговать? А аксалиновая мазь есть у вас? Надо маски, чтобы в каждой аптеке были. Это очень необходимый предмет сегодня. Мы должны культуру развивать, чтобы люди с сопливым носом, с больным горлом не ходили просто по улице, а всегда были в маске. Это предотвратит от распространения всяких вирусных заболеваний. Скоро заседания ЧГСД, наверное, все-таки скопление народу опять же. В масках придете? Если буду себя плохо чувствовать, то, конечно, маски оденем. Несмотря на то, что товар популярный, в некоторых аптеках его даже не купить, не похоже, что это средство защиты у горожан пользуется популярностью. Мы встретили только одного человека, который с гордостью продемонстрировал нам маску. Маску вот в тролле сейчас вытащил и снял. Три маски – 10 рублей. Гуляем теплоодетыми, во-первых. Во-вторых, закаляемся, принимаем прохладный душ. И как-то очень даже у нас весело это проходит без всякого гриппа. Не контактировать с гриппозными. Не заходим лишний раз в магазин, где много народу. Ну, не знаю, едим, чай с лимоном пьем, вернее, да? И чесночок употребляем. Мы вообще-то привили, прививку сделали. Я чеснок ем. Так, иди. Тоже. Как защищаться от гриппа, каждый решает сам. Ну, а если не сработало, главное – не заниматься самолечением. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Сразу после информации о погоде смотрите программу «По существу». Речь пойдет о ситуации с простудными заболеваниями в Чувашии. К другим новостям. В рамках презентации Республики в Общественной палате России Михаил Игнатьев встретился в Москве с уроженцами Чувашии. Представители диаспоры нередко собираются вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы. На очередной встрече говорили о патриотическом воспитании в Чувашии. Подробнее Дмитрий Ковалев. Иван Николаев, Николай Гаврилов, Анатолий Григорьев – эти люди составляют гордость Республики. Военные в запасе уроженцы Чувашии, они, живя в Москве, принимают самое активное участие в воспитании молодежи. Благодаря их поддержке в регионе создают кадетские отряды. Дочь космонавта Андреяна Николаева тоже считает патриотическое воспитание важной работой. Это необходимо. Такая связь нужна. И нужна нашей многонациональной большой стране, чтобы нам дальше продолжать наше развитие. О том, что в республике чтят имя героя гражданской войны Василия Чапаева, хорошо знают его внуки. Аркадий и Татьяна уже давно мечтают посетить родину своего деда. Правда, пока приехать в республику не позволяют дела. Встречи с Чувашской диаспорой они стараются не пропускать. Очень приятно, что на родине деда так его помнят, чтят. И мне хотелось бы, чтобы все брали с вас пример и своих земляков также уважали. Мне очень приятно иметь тесные связи с представительством Чуваши здесь. Мы всегда их поддерживаем, всегда откликаемся на их просьбы. И мы желаем народу Чуваши успехов. Потому что я знаю, вот недавно смотрел по телевизору, там такие прекрасные вещи делают и для космоса. В работе круглого стола приняли участие члены общественной палаты страны. Председатель Совета по защите граждан от наркотиков, алкоголя и табака Султан Хамзаев отмечает, что республика ведет в этом направлении большую работу, пропагандируя здоровый образ жизни и массовый спорт. Чувашская республика для нас принципиальный регион. Мы не просто планируем, а выстраиваем определенную методику по помощи работы в школах, когда мы говорим о первичной профилактике, когда мы говорим такие важные явления, как ГТО. Это спорт в массы. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии начали внедрять и систему контроля над объемами производства и оборота алкоголя. 55% продавцов вошли в эту систему для того, чтобы четко отслеживали, куда идет буква, где она продается и где, в конечном итоге, на выходе оказывается. Все те индикаторы, которые по выполнению указа президента Российской Федерации есть, мы их выполняем. Реализованными в республике проектами заинтересовались и власти Саратова. Председатель областной общественной палаты предложил подписать соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между регионами. У нас достаточно много представлено людей этой национальности. Ну и вообще очень интересно посмотреть то, что мы могли бы взять в Чувашии, закупить, так сказать, с точки зрения бизнеса и так далее. Мы много говорим сегодня о туризме, внутреннем туризме. И уделяем этому вниманию. Поддержал Михаил Игнатьев и идею провести в Саратове дни Чувашской республики. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Школы встречают родителей. В республиканских общеобразовательных учреждениях начался прием заявлений на зачисление в первый класс. Из года в год эта процедура – дополнительная нагрузка как на родителей, так и на учителей. Не позднее 1 февраля муниципалитеты должны принять заявление от первоклассников по прописке. Не позднее 1 июля – от всех желающих. В 61-й составили график приема граждан по месту жительства каждый дом в определенное время. Поэтому очередей в школе практически не было. В одной из самых загруженных школ номер 59 заявление на поступление принимала инициативная группа родителей. И хотя очередь здесь была, обошлось без инцидентов. А в трех школах 19, 20 и 45 запустили экспериментальную систему. В первый класс можно было записаться через интернет. Уже приняли 130 онлайн заявок. Но не всем так повезло. Родителям, кто планирует отправить ребенка в первый класс в Чебоксарскую начальную школу номер 1 и Кугейский лицей, пришлось остоять многочасовую очередь еще задолго до приема заявлений. Эти учреждения считаются одними из лучших, и каждый год количество заявлений растет. Не было ажиотажа в гимназии номер 4. Ежегодно родители также дежурили здесь в течение нескольких ночей. В этом году начали собираться в 6 утра, а уже в 9.30 все желающие записать детей в первый класс покинули здание школы. В первый день приема зарегистрировано почти 2500 человек, а это на 1000 больше за это же время прошлого года. В течение недели в школах должны издать приказ о зачислении детей в учебное заведение. Тем, кто относится к учреждению по прописке, волноваться не о чем. Их детей точно возьмут в первый класс. А вот желающим с других районов, возможно, придется искать другой вариант. 60 городов России и страны СНГ охватил массовый интерес к лепке пельменей. В минувшие выходные чебоксары присоединились к необычному флешмобу. Пельмени – блюдо исконно русское, считают жители страны. Только попало к нам благодаря финно-угорским племенам. Добавляют эксперты и приводят перевод. Пельнянь – хлебное ухо. Их в минувшие выходные лепила вся страна на мероприятии с заморским названием «Креэйте в пельмени пати». Организаторы говорят, цель флешмоба – объединить людей общим делом. Мы всей страной объединились и в один прекрасный день решили напельмить пельмени. Но не просто налепить пельмени и собраться в едином порыве вместе, творческой тусовкой, а бесплатно абсолютно всех гостей Панка Николаева сегодня накормить пельменями. Родители и дети сегодня не только наслаждаются культурной программой в этом парке, но и едят пельмени. На запах стали быстро стягиваться горожане. Стандартная порция – 10 штук. У нас на пельменях вообще замечательно. Шикарное? Ну, видно, что ни кухра-мухры, ни магазинное. После дегустации все съеденное можно было, что называется, растрясти. Поехали! А теперь ручка пока! В итоге, к примеру, в Красноярске слепили и, соответственно, съели почти 4 тысячи пельменей. В Ишкороле – 2,5 сотни, а в Чебоксарах – около 500. В минувшие выходные спорт объединил допризывную молодежь работников военкомата. В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Кугесах прошла седьмая Досаафовская лыжня. Поучаствовать в ней решила и глава республики Михаил Игнатьев. Досаафовская лыжня уже для многих стала традиционным праздником массового зимнего спорта, который в этом году посетили около тысячи любителей активного отдыха. Среди них допризывная молодежь, сотрудники военкомата Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов и, конечно же, сами работники регионального отделения Досааф России. Мы готовим молодежь, мы для него можем представить много интересного. Это прыжки с парашютом, это вождение военных автомобилей, это мотоспорт. Это изготовление судомоделей и все прочее. Сегодня, конечно, нет возможности предоставить все наши возможности, но, тем не менее, мы хотели и хотим сегодня строить праздник для молодежи, для жителей Чебоксарского района. Прежде чем был дан старт участникам, лыжную трассу опробовал лично глава республики. Преодолеть дистанцию в три километра ему оказалось не очень сложно. Все благодаря регулярным занятиям физкультурой. Я полагаю, что будет много положительных эмоций, амбиций. Зрители, болельщики будут вдохновлять и подбадривать, кто дойдет до лыжни. А так вообще, кто вышел, кто вышел на финиш или кто прокатился на лыжне, это вы все победители. Среди участников оказались не просто любители лыжного спорта, но и профессионалы. Воспитанники Республиканского центра зимних видов спорта. Неудивительно, что они оказались в числе первых. Однако гонка выдалась непростой и для них. Не думал, что будет тяжелая трасса. Так у меня на старте не очень стартанул хорошо. Проспал старт, получилось так, что пришлось догонять. На финиш уже дорабатывал просто. Сама трасса мне очень понравилась. Я считаю, что для молодежи это необходимо делать, развивать их, подтягивать к спорту, как говорится. Не чтобы там ходили, вредные привычки имели, а гордились то, что они спортсмены. Ну, призывникам это, конечно же, поможет при поступлении сдавать спортивные нормативы. Праздник спорта удался. Трасса не подвела, погода тоже. А развернутая полевая кухня стала отличным завершением до Сааповской лыжни. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Далее вы узнаете о старте программы «Ипотека с господдержкой» от Сбербанка. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Есть такая примета – цветы, подаренные от души, стоят дольше. Но Екатерина Максимова, хоть и склонна в приметы верить, объясняет прекрасный вид букета роз, подаренный ей мужем две недели назад, по-своему. Просто повод был хороший, поэтому цветы за нас радуются. Мы ведь с мужем в тот день ипотеку взяли по льготной процентной ставке. Мы ведь еще в прошлом году ее хотели взять, но не успели. Думали, все, шансов больше нет. Но нет, нам повезло. В начале 2015 года ставки по ипотеке резко выросли, и многим жителям нашей страны и без того недешевый кредит на новое жилье стал просто не по карману. Однако уже в марте Сбербанк объявил о старте программы «Ипотека с государственной поддержкой». В соответствии с ней, часть расходов по уплате процентов государство брало на себя, что позволило вернуть процентные ставки на докризисный уровень. Уже тогда эта инициатива вызвала положительную реакцию как у представителей строительных компаний, так и простых граждан. Эта программа дала возможность сохранить спрос на новостройки, что в свою очередь оказало положительный эффект на весь рынок жилья. Когда ставки на ипотеку взлетели, я думал, было уже от нее отказаться. Но узнав о программе «Ипотека с господдержкой», решил однозначно брать кредит. Результаты работы программы к концу 2015 года оказались даже лучше, чем ожидали. 30% всех ипотечных продуктов, выданных Сбербанком, пришлось именно на эту категорию кредитов. Такие показатели способствовали продлению действия «Ипотеки с господдержкой». Каждая семья мечтает о собственном, просторном и желательном новом жилье. Сбербанк, понимая потребности своих клиентов, в очередной раз идет им навстречу. Мы продлили срок приема заявок по программе «Ипотека с господдержкой» еще на два месяца до конца февраля. Торопитесь! «Ипотека с господдержкой» – реальный шанс приобрести жилье вашей мечты. В 2016 году условия предоставления ипотечного кредита с госсубсидиями остались прежними. Первоначальный взнос от 20%, максимальный срок кредита – 30 лет, максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Процентная ставка – всего 11,4%. В регионах обслуживания Волговятского банка по Сбербанк этим предложением уже воспользовались более 7 тысяч семей. Одной из них стала и семья Максимовых. Как только закончились новогодние праздники, мы с мужем сразу поспешили в банк. Ведь мало ли что может случиться – документы по какой-то причине вернут, либо квартиры все раскупят. В общем, как говорится, бери, пока дают. Ведь потом такого шанса может уже и не быть. Редактор субтитров А.Семкин